Мы ожидаем Дух Святой За то, что мы очищены Мы благодарны Тебе, Иисус За новую жизнь, которую Ты подарил нам Благодарим Тебя Превозносим Тебя Наш Спаситель Наш Искупитель Церковь, давайте воздадим Ему славу Господь достоин Давайте подарим аплодисменты нашим левитам Спасибо Вам За прекрасную хвалу Пусть Бог благословит Вас Прежде чем сядешь, скажи кому-то рядом Ожидай Слово от Господа Ожидай Слово от Господа Я верю, что здесь собрались люди, которые ожидают Если Ты такой человек, скажите Аминь Помашите мне рукой Слава Богу Я сам ожидаю Слово от Бога Я верю, что Дух Святой здесь, на этом месте И Он будет говорить Своё Слово в жизни каждого здесь присутствующего Скажите Аминь на это Аминь Слово сегодня называется так Что тянет нас вниз Что тянет нас вниз Скажите мне, какие ассоциации возникают у Тебя лично, когда Ты представляешь молодёжь Кого-то молодого Какие ассоциации возникают у Тебя Движение Энергия Надо какого-нибудь молодого Ярик, можно тебя на минуточку пригласить? Я помогу Вам Чтобы у Вас ассоциации правильные возникали Спасибо Да, можешь за кафедру вставать Помоги мне проповедовать Нет, за меня не надо прятаться Ты встанешь, чтобы тебя видели Вот Сколько тебе лет? 18? Мне 20 20, как быстро летит время Я помню, когда Он был ниже меня Знаете, всегда восхищался людьми, которые выше меня Хотел быть вот высоким Вроде бы силой, красотой Бог не обделил А вот как-то вот с ростом не задалось Молодежь Молодой Вот какие ассоциации возникают у нас, когда мы видим Ты стой, смотри на народ Пусть вот, да У людей возникнут правильные ассоциации Какие ассоциации возникают? Лично у меня возникают ассоциации, когда я вижу молодого человека В первую очередь, потенциал Аминь или не аминь? Второе, силу Ему 20, я в два раза старше, но я в два раза ниже Силу При слове молодежь у меня сразу ассоциация сила Это что-то, что имеет потенциал Это что-то, что имеет силу Аминь или не аминь? Аминь Какие еще ассоциации возникают? Красота Время 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 Вдохновение Слава Богу за сестер, которые уже Немного больше пожили, чем мы Да, именно такие ассоциации возникают Когда мы видим молодежь Так или нет? Спасибо, Ярослав Давайте поблагодарим брата За то, что помог мне Проповедовать Молодость это всегда ассоциация сила Потенциал Время Здоровье Ну именно так Энергия Но когда мы читаем Библию Мы можем увидеть такие слова Книга пророка Исаия 40 глава 30 стих И здесь Бог говорит следующее В слове своем Утомляются и юноши И ослабевают И молодые люди падают Бог говорит в слове своем Что молодые люди падают Вроде бы те, которым еще жить Вроде бы те, у которых есть огромный потенциал от Господа Сила от Господа Время Самый рассвет 20 лет Бог говорит в слове своем Даже такие люди падают Недавно был в одном месте Заброшенная деревня Но там еще живут люди Не так много Горе на всю деревню Горе на всю деревню Тоже молодые 19 лет Ребята поехали на машине кататься Три человека Каждому по 19 Две девушки Один парень Один с армии вернулся В ДВ Другая учится в Петербурге Отличница Красавица Попали в аварию Ехали Попали в аварию Впереди кто сидел Погибли На заднем Сидении Девчонка сидела Получила травму На всю жизнь Осталась инвалидом Такое произошло Горе на всю деревню Все плачут На похоронах Я там был Бог говорит в слове своем Что и молодые люди Падают Порой Трудности Порой Беда Она приходит в жизнь Каждого человека Может прийти в жизнь Каждого И даже В ту жизнь Где Впереди только Должна быть Одна жизнь Одна сила Одна энергия Уж тем более Если мы будем Говорить О людях Которые уже Не так молоды И Бог Начинает Пророчествовать Через пророка Исаия Слово свое Что порой Утомляются Юноши И порой И они Даже ослабевают И падают Надеющиеся На Господа Обновятся В силе Поднимут Крылья Как орлы Потекут И не устанут Пойдут И не утомятся Закон Силы Притяжения В чем Он заключается Подобное Притягивает К подобного Слышали Такой закон Не закон Всемирного Тяготения Исаака Ньютона Придуманного В 1666 Году Кто не знает Погуглите Нет Я законе Всемирного Притяжения Подобное Порой Притягивает К подобное Вы можете Направо Налево Посмотреть И увидеть Подобное Притягивает Подобное Ты веришь Бога И рядом С тобой Верующий Человек Закон Силы Притяжения Но есть И другая Сторона Притяжение Мыслей Желаний То о чем Мы зачастую Мысли Мы сильно Желаем Порой Приходит В нашу Жизнь И порой Эти желания И мысли Они не всегда Хорошие Один человек Сказал Такую фразу Бойтесь Своих Желаний Они имеют Порой Свойство Сбываться Что Сегодня В моей Голове Что Сегодня В твоей Голове Задумайся Об этом Чем Сегодня Ты Наполнен Что Сегодня В твоем Разуме В твоих Мыслях О чем Сегодня Ты Размышляешь Лично Лично Я Не хотел Чтобы Мои Мысли Вывели На экран За последний Там Месяц Потому что Не всегда Хорошие Мысли Приходят И желания В том Часы Что Тянет Нас Вниз Может Быть Грех Первородный Мы говорим О нем Порой Знаете Когда Ты На самой Высоте На самом Пьедестале В самом Расцвете Сил Полон Энергии Потенциала Порой Приходят Обстоятельства Которые Пытаются Тебя Стянуть С этой Высоты Стянуть На самое Дно Может Быть Это Первородный Грех Мы Говорим Порой Об этом О Первородном Грехе Непослушания Нашего Праотца По имени Адам Адам Уже Сказал Бог За то Что Ты Послушал Голосы Жены Твоей И ел От дерева О котором Я заповедовал Тебе Сказав Не ешь От него Проклята Земля За тебя Со скорбью Будешь питаться От нее Во все Дни Жизни Твоей Проклята Земля За тебя Такое Не совсем Хорошее Слово За Непослушание Но мы верующие Мы искуплены От первородного Греха Жертвы Иисуса Христа Аминь Или не аминь Скажите Уверенно Аминь Воздайте Ему Славу За это Непослушание Непослушание Совершил Грех Именно Первый Человек Непослушание Ну знаете Я сегодня Наблюдаю Что Люди Допускают Непослушание По отношению К Божьему Слову И по сей День Как верующие Так и Неверующие Как церковные Люди Так и Непослушание Вроде бы Такая Элементарность Непослушание Я сам Знаю Особенно У молодых Это Проявляется Я сам Знаю Как мне Поступать В этой Жизни Я Сам Знаю Искуплено От первородного Греха Так Давайте Вспомним Слова Христа Который Обращается К верующим Ученикам Своим И говорит Следующее То что Исходит Из человека Вот это И оскверняет Его Евангелие От Марка 7 глава 20 стих Потому что Изнутри Из сердца Человека Исходят Злые Мысли Разврат Воровство Убийство Супружеская Неверность Жадность Злоба Но мы же Не злимся Мы верующие Мы всегда Наполненные Божьей Любовью Коварство Хоть одно Аминь Слава Богу За тебя Брат Коварство Распутство Зависть Богохульство Надменность Безрассудство Все это зло Исходит Изнутри И именно Оно Оскверняет Человека Слова Христа Обращение Его К своим Ученикам Все это Зло Говорит Порой Исходит Изнутри Чем Сегодня Наполнен Ты Чем Наполнено Твое Сердце Твои Мысли Твои Желания Братья Близнецы Грех И смерть Сегодня Весь мир Лежит Во зле И Бог Сказал В своем Слове Весь Мир Лежит Во зле Но так Или нет Бог Сказал Слове Своем Мы знаем Что мы От Бога Что Весь мир Лежит Во зле Мир Сегодня Наполнен Этим Наполнен Этим Когда у нас Все хорошо В жизни Когда Не возникает Каких-либо Трудностей Вроде бы Ты еще Молодой Полон сил Энергии Смотришь Вперед С высоко Поднятой Головой Все вроде бы Хорошо Но когда Приходят Некие Трудности Хороший Пример Иов Помните Вроде бы На самом Пике Своей Славы Человек Семеро Сыновей Трое Дочерей Богатый Человек Богатый Материально Все Есть Жизни Все Дороги Открыты На самом Пике Своей Славы И Вдруг Все Это Теряется Он Не Планировал Все Это Терять В своей Жизни Он Не Планировал Те Ужасные Обстоятельства Которые Пришли В Его Жизнь Гибель Всех Семерых Сыновей Всех Троих Дочерей Такие Испытания Он Не Планировал Как И Те Трое Которых Я Начал В самом Начале Проповедовать Не Знаете Слова Иова Меня Вдохновляют Когда У него Все Отнялось Заболел Сам Проказ Близкий Человек Самый Близкий Человек Жена Сказала Да Похули Ты Этого Бога И Умри Уже Умри Уже Похули Умри Он Говорит Что Ты Как Безумная Неужели Мы Доброе Будем Принимать От Господа А Злого Нет Вера Его Вдохновляет До этого Он Говорит Такой Лозунг Жизнь На мой Взгляд Лозунг Жизнь Для каждого Христианина Сегодня Господь Дал Господь Взял Да Будет Имя Господне Благословенно Лозунг По жизни Какие Прекрасные Слова Какой Прекрасный Стимул Ход Мыслей Действительно Верующего Которого Верующего Человека Который Доверяет Свою Жизнь Богу Господь Дал Господь Взял Да Будет Имя Господне Благословенно Сегодня Мы порой Люди Так Не обращаем Внимания Друг на друга Сконцентрированы Только на одном Сколько он Зарабатывает На какой машине Ездит В какую одежду Одевается На каких-то Вещах Базовых Для животных Базовых Животного Мира Знаете Что одеться Что покушать О безопасности Думаем Где бы отдохнуть Не живи Базовыми Потребностями Животного Мира Не живи Потому что Ты и я Больше Чем животное Ты и я Образ И подобие Божье Бог так Сделал Бог сделал У нас сегодня Год Сени и жатвы Немного О виденье У тебя И меня В отличие от Животных Есть возможность Развиваться Есть возможность Сеять Свою жизнь Жизнь своих Близких Жизнь своей Церкви Жизнь тех людей Которые тебя Окружают У животных Нет этой Возможности Они живут Только вот Думая О том Что поесть Во что Одеться Как защитить Себя У нас Есть Возможность Сеять И жать Аминь Или не аминь Давайте Вы сдадим Славу Богу За эту Возможность Что порой Тянет Нас Нить Наша Греховная Природа От Адама Может быть Наши Похоти Которые Порой Восстают На душу Нашу Может быть Желания Какие-то Греховные Мысли Что Порой Тянет Нас Нить Диагноз Врачей Порой Звучит Как приговор Так или нет Брат Недавно Столько Наверное Каждый Из вас Недавно Выслушивал Этот приговор У вас Ковид Все Жизнь Остановилась Пора Заказывать Гроб Порой Звучит Как приговор Может быть Все это Вместе Взято Что Порой Тянет Нас Вниз Знаете Наша Жизнь Она Похожа Вот Как Эта Книга Жизнь Может быть Сегодня Ты Здесь Может быть Ты Сегодня Чуть Ниже Может быть Кто-то Сегодня Чуть Выше На каком Уровне Ты сам Себе Определи Где-то Находишься Но наша Жизнь Она Порой Как Эта Книга И Порой Обстоятельства Приходят В эту Жизнь И Начинают Давить Давить Низ Низ На самое Дно Откуда Когда-то Ты Вышел Может быть Ты там И не был Никогда Но тем Не менее Порой Обстоятельства Приходят Так Чтобы Опустить Тебя На это Дно В твоей Жизни Чтобы Она Оказалась Там Что Держит Эту Книгу Сейчас Рука Рука Знаете Я пришел Сегодня Сказать Для того Чтобы Напомнить Миссию Иисуса Христа Для Тебя И меня Для каждого Человека На этой Земле В чем Заключена Его Миссия Может быть Исполнять Твои Желания Как Верующего Человека Благослови Благослови Личную Жизнь Благослови Финансы Благослови Там Благослови Там Исполнитель Желания Такое Господь Наверху И ты На коленях Просящий В этом Его Миссия Или нет Я хочу Тебе Сказать Нет Господь Иисус Не Исполнитель Твоих Желаний Твоих Хотений Не для Этого Он Пришел На эту Землю Сам Иисус Сказал Следующее О своей Миссии Сын Человеческий Пришел Не для Того Чтобы Ему Послужили Но для Того Чтобы Послужить Раз И два Отдать Душу Свою За Искупление Многих В другом Месте Он Говорит Такие Слова Сын Человеческий Пришел Взыскать И спасти Погибшее Взыскать И спасти Погибшее Вот В чем Есть Миссия Иисуса Христа Господа Скажите Аминь На это Это было Хорошее Место Для того Чтобы Сказать Аминь В этом Есть Миссия Иисуса Христа А не В том Чтобы Исполнять Твои Желания Рука Держащая Книгу Я вам Хочу Сказать Несмотря На то Что Я хожу В тренажерный Зал Моя Рука Ну Сколько Павел Даш Пятнадцать Минут Двадцать Тридцать Спасибо Тридцать Минут Максимум Потом Она сделает Вот так Как минимум Как максимум Выронит Эту Книгу Из рук Потому что Это рука Человеческая Я не робот Я не всемогущий Я человек И я устаю Я могу Ослабеть Рука Человека Она может Ослабеть Какого бы Сильного Человека Не было В твоей жизни Рука Этого Человека Она может Ослабеть Может быть Это твой Отец Который Много Может И делает Для тебя В твоей жизни Он может Ослабеть Потому что Он Человек Может быть Это пастор Или наставник Сильный Красивый Вдохновляющий Всегда Словом Своим Он тоже Может Ослабеть Потому что Он Человек Может Может быть Это твой Учитель Тренер Мама Бизнес Тренер Начальник Друг Врач На которого Ты так Надеешься Рука Любого Человека Может Ослабеть Всякая Рука Насколько Бы Он Сильный Не Был Потому что Он Человек Так Говорит Господь Проклят Человек Который Надеется На Человека И Плоть Делает Свою Опору И Которого Сердце Удаляется От Господа На Кого Сегодня Надеешься Ты На Человека Или На Что Сегодня Надеешься Ты На Своё Материальное Состояние Бизнес Отца На Что Сегодня Надеешься Ты На Человека Так Бог Говорит Слове Своем Что Проклят Кто Надеется На Человека И Плоть Делает Опору Свою Потому что Когда ты Надеешься На Человека В своей Жизни Или на Что-то Материальное Ты Автоматически Удаляешься От Господа Так Говорит Слово Божье Ты Удаляешься От Него Когда Возлагаешь Свои Надежды Только На Это В Своей Жизни Откровение Номер Один Не Ищи Воздаяние От Людей Не Ищи Воздаяние От Людей В своей Жизни Порой Верующие Так Ведут Себя И Ищут Кто Благословил Кто Б Помог Этим Живут Некоторые Вообще Лукавыми Путями Ходят Только Этим И Живут Аферисты Их Называют И Сажают Тюрьму Не Ищи Воздаяние От Людей Если Ты Человек Веры Если Ты Человек Божий Не Ищи Воздаяние От Людей Да Бог Действует Через Человека В нашу Жизнь Но Не Ищи Воздаяние От Человека Скажите Аминь На Это Потому Что Рука Человека Какого Бы Сильного Не Было Человека В твоей Жизни Рядом Сегодня Она Может Ослабеть Может Быть Он Молодой И Полон Сил И Энергии Он Может Ослабеть Каждый Может Сломаться Каждый Может Сломаться Беда Может Прийти В любую Жизнь Как Жизнь Иова Хороший Пример Для Нас Вами Он Не Планировал Это Но Беда Постучалась В его Двери Каждый Может Ослабеть Трагедия Может Прийти В жизнь Каждого Сильного Есть Есть Одна Рука В Этим Мире Которая Никогда Не Ослабеет Это Это Рука Болезни Болезни В момент В момент Трудности Твоей Но Он Никогда Не Отвернется Так Говорит Господь Проклят Человек Который Надеется На человека И плод Делает Свою Опору И Которого Сердце Удаляется От Господа Он Будет Как Вереск В пустыне И Не Увидит Когда Придет Доброе И Поселится В местах Знойных В степи На земле Бесплодной Необитаемой Благословен Человек Который Надеется На Господа И Которого Упование Господь Он Будет Как Дерево Посаженное При потоках Вод И Перепускающее Корни Свои У потока Знает Оно Когда Приходит Зной Лист Его Зелен И Во Время Засухи Оно Не Боится И Не Перестает Приносить Плод Во Время Засухи Не Боится И Не Перестает Приносить Плод Засуха Это Когда Все Умирает Засуха Это Когда Все Катится Вниз Засуха Это Когда Все Живое начинает погибать. Какие бы сложные обстоятельства ты сегодня не проходил, первое, что говорит Бог, не бойся, не бойся. Во время засухи не боится. И второе, что говорит Бог в своем слове, обещая тебе и мне, не перестанет, скажите, не перестанет, плодоносить. Не перестанет плодоносить. Какие бы сложные обстоятельства не пришли, благословен человек, который надеется на Господа. Давайте скажем аминь на это и воздадим ему славу. Тогда Иисус сказал к уверовшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Аврамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Итак, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Кто ты сегодня? Раб греха? Мы пели сегодня хорошие слова, что если ты наполнен какими-то трудными грехами грехами или что-то такое? Как? «Дом Отца Низи». Слова какие вот это, песни? Второе, если ты там наполнен, то в дом Отца все заботы… А вот там еще какие-то есть. Если… Нет, это нет. Если ты наполнен там что-то вот… Да, «Изранен», «Дом Отца Низи». Если жизнь твою свою наполнена какими-то грехами, если ты в своей жизни наполнен… Может быть, сегодня твоя жизнь наполнена грехами. В дом Отца Низи. Нет, другое. Перед этим включите слайд. «Не пленник я ошибок». Может быть, твоя жизнь сегодня в плену твоих ошибок. Может быть, сегодня много ошибок ты допустил в своей жизни. В дом Отца Низи. В дом Отца Низи. Христос сказал в Своем Слове. «Если Сын освободит, истинно свободны будете». Кто ты сегодня? Раб греха? Здесь есть сыны и дочери Бога Всевышнего? Поднимите руку. Сыны и дочери Бога Всевышнего свободны. Сыны и дочери Бога Всевышнего имеют наследие. И это наследие для тебя и меня жизнь вечная. Жизнь вечная. Ты получил эту свободу от Христа. Аминь. Не все как-то аминь говорят. Ты получил свободу от Христа. Скажите аминь на это и воздайте Ему славу. И если ты вдруг еще наполнен ошибками, в дом Отца неси. Знаешь, чем является церковь сегодня для тебя и меня? Церковь является местом твоего очищения. Скажите аминь на это. А знаете, почему? Не потому, что здесь красноречивый пастор с хорошей прической. Я не о себе сейчас. Церковь является местом твоего очищения, потому, что здесь царствует присутствие Бога Всевышнего. Скажите аминь на это. В дом Отца неси. Не закрывайся дома у себя в квартире. В дом Отца неси. Все заботы, все ошибки. Приходи такой, какой ты есть к нему. Приходи, потому, что Он сказал для тебя слово, что приходящего ко мне я не изгоню. Вот, все, что тебе нужно, это просто прийти. Сегодня люди так осуетились в своих заботах, делают все, что угодно, но только не идут к Богу. Но Христос сказал, придите ко мне, ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Если ты сегодня чем-то обеспокоен в своей жизни, может быть диагнозом каким-то, может быть проблемами с финансами связанными, может быть в семье, в отношениях, приди к нему, возложи на него заботу, открой ему свое сердце, как избавиться от ошибок, как получить эту свободу, приди к нему, мы тоже об этом сегодня пели, порой поем и не вдумываемся в слова, последняя песня, прихожу к тебе такой, какой я есть, и он силе освобождать, он силе исцелять, наш Господь Иисус, он в силе сделать это для тебя и меня, скажите аминь на это, все, что нужно, это прийти к нему со своим беспокойством, и ты получишь успокоение, не получишь ты успокоения в своих делах только, слушая музыку какую-то, может быть, классическую, занимаясь в тренажерном зале, это все такие временные лекарства, полную свободу Иисус сказал, может дать только он, говоря о себе в третьем лице, познайте истину, истина сделает вас свободным, что есть истина, Господь Иисус есть истина и его слово, и он силе дать свободу тебе и мне, что бы ты ни проходил, с чем бы ты ни столкнулся, что бы ты ни впустил в свою жизнь, он Бог освобождающий, скажите аминь на это, второе, что можно использовать, это тоже дал Господь ключ, посылая учеников везде своих, подвоя, не будь один в своих стесненных обстоятельствах, не закрывай свое сердце, не ожесточай его, не закрывай свою жизнь для других людей, найди кого-то, кому ты будешь готов открывать свои трудности, свои проблемы, кто будет проходить с тобой, потому что Бог говорит в слове свое, двоим лучше, нежели одному, если один упадет, то другой поднимет товарища своего, что сегодня тянет нас вниз, и как мы с ним с этим боремся, как бы сильно тебя не тянуло вниз в твоей жизни, знай, что есть рука, которая никогда не сократится, которая в силе вытянуть тебя с самого дна и поднять на самый верх, это рука Господа и Спасителя Иисуса Христа, конечно пусть не будет другой крайности ко всем сейчас говорю верующим пусть не будет другой крайности все заботы возложить лег на печь и ничего не делаешь на кроватку молюсь только нет хочешь больше зарабатывать больше трудить без труда не вытащишь золотую рыбу из пруда аминь или не аминь братья бизнесмен хочешь больше зарабатывать работы хочешь лучше выглядеть тренируйся быть в форме хочешь тренируйся занимайся спортом и хватит оправдываться хочешь высыпаться ложись раньше спать ты хозяин своего времени ты хозяин своей жизни бог бог дал тебе это право библия называет это право таким интересным словом владычествовать как только сотворил человеку он дал ему это право владычествовать над землей и над своей жизнью так что перестань оправдываться устаешь ложись раньше не хватает знаний развивайся учись аминь или не аминь и делай это с господом и тогда будешь видеть результат своей жизни этим мы отличаемся от животных у нас есть сеять свою жизнь и сжать в своей жизни у животных нету и это не только касается финансов это касается всего здоровья знаний всего у нас есть такая возможность бог дал нам такую возможность использую ее использую ее с господом которые нашли праздник от Продолжение следует...